Ну, можешь нормально взять сосочку? На, на, ты куда пошел? Куда ты пошел? Не надо, что ты делаешь? Иди сюда, вернись сюда. И куда дальше? Ты пошел к зайцам? Будь здоров. А где тут молоко? Молоко. Ты же любишь кушать молоко? Иди сюда. Я тебя совсем не понимаю, животное. Кто ты такой? Будь здоров. Ты уже не собираешься мне там в тапок насрать? Давай, иди сюда. Вот, 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 вот здесь, вот здесь, вот здесь она, вот, вот, вот. Сможешь нормально? Давай, сам возьми, сам возьми, чтобы я тебя не держала. Давай. Давай. Ты же умный мальчик, давай, ты сможешь. Давай. Тренируйся. Вот. Молодец. Вот, конечно, ты как свинюшка. Это сурок Байбак. Хотя его заушитливо Бабак. Бабака. Сурок Бабака. Его сбила машина, походу, в детстве. Ну, я не помню, честно говоря, его историю. Знаю, что у него сильная черепно-мозговая травма была. Его выхаживали специалисты аж трех центров реабилитации. Но в конечном итоге он оказался у нас. Потому что у нас есть постоянный доступ к нашему крутому ветеринару. Клёше. Вот. Теперь он будет мучиться в плане реабилитации вот этого зверя. Потому что сурок почти уже взрослый. Вот, видно, что он ведет себя немножко неадекватно. Неадекватно, плюс совсем маленький по размерам. То есть спячку даже он впасть, скорее всего, не сможет. Точнее, не выйдет из нее. Вот. Зовут его Сырок. Господи. Сурок Байбак, которого я называю Бабакой. Сурок. Сырок. Всего тебя пообзывали, малыш. Кто как хочет. И каждый на свой лад. Давай, нормально. Можешь схватить нормально? Давай, схвати нормально. Что ты делаешь? Ой, ты упал. Не надо падать. Давай, давай, давай. Куда ты пошел? Опять отвлекся. Да, там клетка, которую ты засрал. Он считает, что не гоже же на пеленки ходить. Пеленки это зло. Надо все пеленки собрать в кучку и... Да, насрать мимо пеленок. Вот. Пришел опять. Пришел опять. Что ты такое? Хвост трубой. Хвост трубой. Ой. Сейчас он получает, так сказать, профилактическую терапию. То есть, там различные подкормки, специальные витамины. Препараты для, так сказать, стабилизации нервной активности. Потому что, к примеру, у него случаются приступы. Наподобие эпилептических, когда у него паника. То есть, он начинает орать, вставать на задние лапки и падает назад. От этого орет еще сильнее, пугается еще сильнее. И, как бы, это все выглядит очень страшно. Плюс он рефлекторно начинает бросаться на все живое при этом. Да, кушает, злобно кушает, злобно кушает. А у шурков... Ого, какие клыки, скажи, клыки у шурков. Ну ладно, не клыки, резцы. Да? Привет. Ай, это была моя нога, да, испугался. Я тоже испугалась. Мокрый нож, мокрый нож в молоке в мою ногу ватькнулся. Еще меня поза постоянно смущает. Такое чувство, будто он каждую минуту хочет, скажи, наделать кучку прям посреди комнаты. Но это нормальное положение хвоста. Сырок, сырочек, сырочек. Самостоятельно питается он с трудом. Он что-то пытается, но он не может схватить лапками еду и направить в рот. Соответственно, даже яблоко для него там надо грызть. Это целая история. Когда надо это яблоко придерживать, направлять ему на резцы, иначе он его просто загоняет в угол и ничего с ним делать не может. То есть не как заяц. пододвинуть зубами, он никак не додумывается. Он пытается задействовать лапки, но лапками сам же это яблоко и отталкивает. Так, так, ну-ка. Ой, ты что творишь? Куда ты лезешь? Куда лезешь? Куда ты лезешь? Куда ты лезешь?